Комфортные условия для жизни и образования создают и для воспитанников детского дома Хорротен. У руководства есть только одно пожелание, чтобы все было как дома. Пожелания учитывают все, кто приходит помочь. Уютные спальни, игровые комнаты и комнаты отдыха. Кухня, где можно самостоятельно готовить и мастерские, в которых обучаются рабочим профессиям. Хетак Плиев продолжит тему. Последние 15 лет в детском доме Хорротен ремонт проводился неоднократно. Учреждению оказывает помощь крупные компании. Помогают и финансами, и стройматериалами. Воспитательные учреждения активно поддерживает компания «Бавария». Отремонтирован пищеблок, спальные комнаты, создана зона отдыха. Здесь прекрасные условия. Все условия, какие могут быть для нормальной, хорошей жизни для детей. В детском доме капитально отремонтированы актовый зал и второй корпус. На это из республиканского бюджета было выделено порядка 6,5 миллионов рублей. Качество работ лично проверил Вячеслав Бетаров. Глава также пообщался с воспитанниками и пообещал оказывать всяческую помощь. Самое главное – это учиться. Учиться, получить профессию и стать хорошим мастером для того, чтобы себя обеспечивать, семью создать и так далее. А мы вам в этом будем помогать. Условия, в которых проживают дети, качество образования, организация досуга – эти и другие вопросы Вячеслав Бетаров держит на личном контроле. Глава республики на постоянном контроле держит вопрос именно условий проживания, содержания детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в детских домах. Что касается непосредственно детского дома Хурытен, то на протяжении многих лет им оказывается поддержка, в том числе финансовая поддержка по оказанию помощи в проведении ремонтных работ. Детскому дому оказали очередную помощь. Компания «Русгидро» выделила средства на ремонт одного из корпусов. Руководство попросило создать домашнюю атмосферу. Пожелания учли. Чтобы дети самого маленького возраста научились жить в семье, потому что мы к чему приходим? Они создают семью свою, уже взрослыми, а понятия не имеют, что это такое, как воспитывать. В первую очередь в порядок привели саунзлы и ванную комнату. В зале поменяли полы, обновили стены. Обустроили и небольшую кухню, где дети самостоятельно будут готовить. Ну, я говорю, в любом случае, это очень и очень сложная процедура, так латать дыры. Любой профессионал об этом знает, что нужно с нуля лучше ее. А это спальня. Светлая комната, удобные кровати, тепло и комфортно. Полностью ламинат поменяли, здесь плитку поставили. Какие-то технические такие вот, где-то батарейку поменяли. Здесь, по-моему, две или три батареи поменяли. И в одном месте полностью поменяли стояк. Он был уже убитый. Потому что, где необходимо было работу провести. Полностью поменяли стояк, потому что наверху, когда пользовались душем, вся вода текла к соцпедагогам. И вот этот стояк поменяли полностью. Феликс Тмена в детском доме работает уже второй десяток. Лучше всех знать, что, где и когда ремонтировать, чтобы дети находились в максимально комфортных условиях. К большому счастью, что есть люди неравнодушные к судьбам детей-сирот. И периодически они помогают нам в осуществлении наших планов, в осуществлении наших задумок. И в этом году Русгидро, огромное им спасибо, выделили 300 тысяч рублей для проведения ремонтных работ. Ремонтные работы лично оценил директор регионального филиала Русгидро Виталий Тотров. Компания помогает образовательным учреждениям не только с ремонтом, но и с обустройством мебелью, оснащением библиотек. Только в прошлом году помощь различным организациям была оказана на 3 миллиона рублей. Выделили на ремонт здесь помещение. И все, что пожелало руководство, мы просто проконтролировали их исполнение. Каждый год мы показываем спонсорскую помощь всем практическим домам и реабилитационным центрам для детей-инвалидов и детским домам, детям, которые остались без опечения родителей. В благодарность ребята обещали поддерживать порядок, хорошо учиться и осваивать новые профессии. Для этого у них есть мастерские. В этой, например, учатся шить. О таланте и стараниях говорят эти работы. Что самое интересное, очень серьезно. Изольда нам помогала материалами. Там где-то бусинки подарят. Я вот эти ражганта и пояс, глава пришел к нам в гости, посмотрел и говорит, а почему нет этого? Я говорю, ну, дорого стоит. И он поручил, и нам тут же подарили еще и пояс, и вот ражганта. Вот, то есть, вот, ну, детей надо приобщать к труду. Готовый работник для изоляции. Конечно, конечно. Хиток Плиев, Александр Каджаев, Новости Сети.